всем привет меня зовут марина рой я стилист по волосам визажист работаю со всеми глянцевыми изданиями россии и не только россии работаю со всеми звездами как эстрады так и театральными балетными спортивными в общем со всеми с разными и сегодня я подготовила вам укладку которая будет стиле гуччи хочу сказать что я всегда укладки рассматриваю как часть образа она никогда не идет у меня отдельно от человека и отдельно от лука в котором человек собирается выходить поэтому сегодня мы подготовили наш образ для моей модели кати в стиле гуччи и будем делать укладку стиле гуччи параллельно я вам буду рассказывать об элементах и о технике которыми я пользуюсь в процессе создания укладки катюш снимачки и так сегодня будет у меня укладка основанная на двух хвостах сзади и будет зона топовая которую я также уложу отдельно для этого я сейчас разделю волосы на несколько частей и буду уже работать с каждой частью по отдельности очень важно понимать будет ли идти то или иное количество волос на топовой зоне конкретному лицу то есть у каждого лица эта зона будет отдельно главное посмотреть что чтобы это было комплементарно для лица конкретного человека я думаю что вот так будет достаточно сейчас я попробую на всякий случай сделать эту зону побольше понимая что слишком много и часть волос уберу и и выделю примерно такую зону которая будет выглядеть как треугольник сейчас я пока на время эту зону изолирую и займусь пока оставшимися волосами моя задача сейчас сделать два гладких хвоста которые очень плотно примыкают к шее но два хвоста я сделаю не просто нам нужно усложнить чтобы вам интересно было и мне самой интересно эту укладку я ни разу не делала поэтому мы сейчас вместе будем экспериментировать также я выделю зону примерно на уровне ушка эта зона у меня пойдет перекрестно на второй хвост примерно она будет вот такой ширины опять же смотрите если будете повторять эту укладку ширина пряди выбирается соответствие с количеством волос модели которые вы делаете эту зону я также пока изолирую и с другой стороны то же самое что очень важно понимать в гладких текстурах то что направление волос должно соответствовать направлению элемента который я делаю то есть волосы у нас высохли вниз а мне нужно чтобы направление было назад соответственно чтобы здесь не создавалось петухов и была гладкая поверхность я немного поработаю пеном пеной и феном и вот эти вот все объемы которые мне не нужны я сглажу для этого я прорабатываю пенкой волосы по слоям у меня удобная пена для нанесения из пульверизатора я не мараю руки и прорабатываю прядь за прядью моя задача чтобы все волосы были проработаны пеной тогда все они смогут иметь направление которое мне необходимо любую укладку я начинаю с подготовки волос то есть мне нужно сейчас чтобы у меня вся краевая была чистая и без фена тут никак не обойтись я нанесла пену теперь моя задача распределить ее по волосам для этого я прочесываю все волосы также прочесываю не не должны быть спутаны чтобы вам легче было с ними работать для сглаживания я беру щетку со смешанной щетиной и начинаю с помощью фена прижимать как будто бы волосы голове тем самым выглаживая их и создавая ровную поверхность чем хороша в этом случае пена а не вода тем что она имеет некоторую степень фиксации волоски кроме того что выглаживаются как ненужное еще и начинают каким-то образом прилипать друг другу и соответственно перестают быть очень рассыпчатыми это упростит мне момент формирование хвостов то есть данном случае фен у меня работает на то чтобы сгладить поверхность волос сделать их гладкими красивыми и блестящими благодаря этому приему лака я для сборки хвостов буду использовать минимальное количество и поверхность будет достаточно гладкая и глянцевая так как мне нужно в нашей школе на классах мы очень большое внимание уделяем подготовки волос то есть мы не работаем с волосами так как они высохли потому что именно перенаправить волосы очень важно для естественной укладки данном случае пена может работать вообще продукт пена может работать как на объем если использовать определенную технику высушивание на объем также она может работать на гладкость и без объемность то что я сейчас и делаю сейчас я прорабатываю только корни эти волосы на две части сформировать два хвостика и и и и и Сейчас моя задача волосы прижать как можно ближе к шее и вывести их по бокам для того чтобы хвосты потом я смогла направить как вперед и они выглядели гармонично так и назад я буду использовать лак который содержит цветоотражающие частички и дает блеск для чего я сушила феном для того чтобы у меня в данной области не создавалось петухов теперь я воспользуюсь маленькой силиконовой резиночкой и соберу хвост и я я я я я Так, первый хвостик готов. И теперь я займусь вторым хвостом и нагрею пловечку. Также я использую лак, выглаживаю поверхность, то какой расческой работать тоже очень важно, потому что каждая расческа создана решить мою задачу. Сейчас я использую хвостик с натуральной щетиной, который выглаживает поверхность и делает ее зеркальной. Очень многие, я знаю, этой расческой делают начес, но это неправильно, потому что начес ею не делается. И все разнообразие расчесок очень важно понимать, как использовать правильно для того, чтобы получить необходимые результаты. На базовом курсе стилистов по волосам мы очень тщательно разбираем, какая расческа для чего необходима, для того, чтобы быстро работать и быстро выполнять задачи, которые необходимы. Это базовые, основные задачи, знания стилиста по волосам. Так, у меня готовы два хвоста сейчас. Теперь я займусь боковыми зонами, и моя задача отсушить их назад. Смотрите, они сейчас, волосы высохли естественным способом на лицо. И моя задача сейчас направить их назад и выгладить зону краевую, чтобы здесь было достаточно аккуратно и красиво смотрелась укладка. То есть проработанная укладка – это обязательно проработанная краевая зона. Здесь я тоже буду использовать пену для того, чтобы перенаправить волосы от корней. Так же я прорабатываю каждую прядь. Такое распыление пены очень удобно для подготовки волос, потому что я не мараю руки. И сейчас направление, которое я задам, будет вот таким. Потому что эту прядь я буду вести к соседнему хвостику. И сделаю здесь рисунок крест-накрест. Просто лаком краевую зону выгладить достаточно сложно. И вообще я не сторонник использовать большого количества лака, потому что я экономлю свои средства. Это шутка. Потому что чем меньше лака, тем естественнее выглядит укладка. Это важно. В современном мире использование огромного количества лака – это плохой тон. Поэтому большое внимание я уделяю подготовке волос к укладке. Смотрите, что делает пена. Плюс фен. Выглаживается краевая и сразу задается направление волосам. То есть я их сразу отправляю в ту сторону, куда мне необходимо. И заодно выглаживаю пробор, чтобы он тоже был аккуратный и красивый. Когда вы работаете феном и пеной, если мы, например, берем какие-то другие укладки, то уже этим способом можно сформировать красивые вот такие линии. Ну, предположим, это у нас другая укладка. Какая-то на объем, допустим. Все, здесь зону я выгладила. Теперь перехожу на другую сторону. И также подготовлю краевую и перенаправлю прядь назад. КОНЕЦ Волосы у моей модели достаточно гладкие. Но если, допустим, ваша модель с кудрявыми волосами, предположим, то по длине вы также можете протянуть, чтобы сделать волосы гладкими. И сейчас я сразу подготовлю топовую зону, тоже пересушу. И на этом с феном мы с вами закончим. Пока эти две пряди я закреплю сзади, дальше мы с ними поработаем. Зона верхняя, топовая зона. Я хочу, чтобы была с объемом. И опять же я буду использовать пену для того, чтобы пересушить вот эти слежавшиеся проборы и направить волосы красиво наверх. И почистить тоже краевую зону. Чтобы мелкие волоски у нас не торчали, куда хотят. Чтобы они уже были направлены туда, куда мне необходимо. А не туда, куда они хотят. Это невозможно сделать без фена и пены. Если я буду воздействовать на эти волоски лаком, то укладка не получится естественной. Я прорабатываю всю массу волос. И эту область я буду отсушивать на объем. У нас в школе есть брашинг-классы, которые предназначены для мастеров, работающих в салонах, допустим, или когда необходимо клиенту сделать на сухую укладку. На брашинг-классе мы рассказываем, как работать брашингом и на объем, и для того, чтобы выгладить. И это очень важно. То есть брашинг и фен – это основное начало всех укладок, которые мы делаем. Вообще в нашей школе мы очень ориентированы на современные актуальные укладки. То есть это не те укладки, которые были в 2000-х, в 90-х, где огромное количество лака. Нет. Наше направление – это мода, модные укладки. И я, и все тренера нашей школы мы работаем каждый день с журналами, каждый день со звездами. В этом мире очень большие требования именно к современным укладкам. Кроме того, на всех классах мы обязательно проговариваем тренды, которые сейчас существуют в мире, для того, чтобы наши студенты могли эти тренды внедрять в жизнь, предлагать своим клиентам. Потому что мастера, которые в курсе трендов, тенденций и делают актуальные современные укладки, сейчас на весь золото. Я знаю по своим клиентам и по звездам, которые не могут никак найти стилиста по волосам хорошего, который понимает, а вообще, что сейчас актуально, чем живет весь мир. Мы не ориентируемся на какие-то конкурсные укладки и работы. Мы как раз таки направлены на жизнь, современную жизнь, модную. И этим самым мы отличаемся от других школ. Все укладки и классы, которые есть в нашей школе, обязательно направлены на современное прочтение волос и укладок. Итак, эту зону я просушила. Все, с феном мы закончили. Мы подготовили все волосы к дальнейшим действиям. Опять эту зону я слегка изолирую, только теперь не буду ее прижимать близко к голове, потому что мне нужно сохранить объем, который я создала. Порядок на площадке, как я говорю всегда. То есть у вас должны все зоны быть отделены друг от друга для того, чтобы вам было удобно работать. И в данном случае я заколю на объем для того, чтобы не потерять его. А тем временем займусь пока нашими прядями декоративными. И опять буду использовать щеточку, про которую я вам говорила. И лак. Посмотрите, как отличаются проработанные волосы, не проработанные волосы. Но здесь они у меня тоже естественные. И естественно отправляются назад. Все аккуратненько. Теперь я прядь, которую выделила, фиксирую и веду к хвосту противоположной стороны. Лак я использую по нарастающей. То есть если вижу, что нужно добавить, я добавляю. Сразу много я не использую. по длине. По длине. По длине. По длине. Для того, чтобы у меня волосы не рассыпались, я буду использовать карандаш-стик восковой. Он позволяет волосинкам приклеиваться друг к другу. И при этом со временем он не будет отщелкиваться. То есть сухой лак, который мы используем, он со временем имеет свойство высыхать, и волосинки отщелкиваются друг от друга. стик позволяет этого избежать и делает поверхность достаточно гладкой и аккуратной. Теперь я опять воспользуюсь резиночкой и закреплю эту прядь к хвостику. и сезонная прядь не развивает тендер все выполнено. Есть. Здесь я сейчас выглажу эту прядь и зафиксирую лаком. Так, переходим ко второй пряде. Эту часть волос я также пройдусь стиком, заглажу. Так. 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 здесь также краевую я проработаю стиком. Это воск, который имеет глянцевый финиш. Благодаря этому волоски равномерно распределяются в красивую ленту, при этом не отщелкиваются и не будут со временем топорщиться. гладкие текстуры. это самое сложное в нашем деле, но и является основной, базовой. На нашем базовом курсе мы обязательно уделяем гладким текстурам большое количество времени. И наши студенты с базового курса, даже если никогда не работали с волосами, уже могут хорошо выполнять элементы с гладкими текстурами, делать гладкие пучки. Увожу это к противоположному хвосту и так же фиксирую резиночкой. Итак, два хвоста у меня готовы. Эту прядь я тоже зафиксирую сейчас. хвоста. Эти хвоста, два хвоста будут уходить у меня вперед. Сейчас я воспользуюсь плойкой и накручу их. Я хочу, чтобы здесь у меня была волна. Сейчас я не буду использовать никакой продукт на длину, потому что волосы Кати достаточно здоровые, красивые, плотные и достаточно хорошо держат накрутку. Моя задача сейчас уделить особое внимание кончикам. Но волосы бывают разные и, к примеру, есть такой тип волос, который вообще не хочет держать накрутку. Для этого мы используем определенные продукты стайлинговые для того, чтобы привести их в более плотное состояние, либо, если это убитые концы, придать здоровье волосам. И на классах в нашей школе мы очень-очень большое внимание, это, наверное, первостепенное внимание, уделяем подготовке к укладке для того, чтобы сделать укладку именно стойкой, при этом, чтобы она не была перегружена лаком. Я проработала первую прядь, теперь я ее зафиксирую лаком и сверну обратно для того, чтобы она остыла в таком состоянии. Это даст больше стойкости и упругости. Я вам приготовила специально такую прическу, которая содержит очень много элементов для того, чтобы показать, что каждому элементу необходим свой подход и свои техники для того, чтобы это было стойко, красиво, актуально и при этом смотрелось естественно и модно естественно. Самое главное, чтобы это было актуально и модно, чтобы это не были укладки прошлого десятилетия, потому что мы живем с вами в современном мире и очень важно чувствовать тренды, опираться на них и предлагать клиентам именно то, что модно и актуально. Потому что все клиенты так же, как и вы, стремятся быть модными не модными никто быть не хочет и наши студенты всегда выходят от нас подготовленными с точки зрения еще и актуальности. и если вы будете следить за нашим инстаграмом marinaroy.hireschool подписывайтесь пожалуйста. У нас очень активная лента сториз. Я со всех своих съемок журнальных, со звездами вообще снимаю каждый день репортажи, вы можете видеть, как происходят модные съемки в журналах. также я кроме того, что показываю какие мы укладки делаем, еще показываю весь бэкстейдж, знакомлю, почему мы выбираем тот или иной лук, например, для моделей на съемку, и как вообще работает стилист, как мыслит, почему определенную укладку мы к определенному образу можем сделать, а почему не можем, для того, чтобы там, допустим, образ не был перегруженным. Это тоже очень важно учитывать, потому что в настоящее время укладка это часть имиджа, укладка это часть образа, и она ни в коем случае не должна идти отдельно от человека. Кроме того, очень важно, чтобы конкретному человеку, конкретному лицу эта укладка подходила, шла и скрывала какие-то недостатки, так назовем их, то есть коррекция лица при помощи прически или укладки это тоже очень важно. Когда вы научитесь или учитесь делать укладку с умом, с головой, то есть мыслить, для чего я использую тот или иной продукт, это очень существенно экономит расход стайлинга, который вы используете. То есть можно вылить тонну лака, получить неживую укладку, при этом продукта использовать очень много. Я хочу сказать, что при работе каждый день и не с одной моделью, а с несколькими флакона лака у меня хватает на месяц точно. Это все благодаря подготовке волос к укладке. сейчас я проворачиваю плойку, тем самым отшлифовывая волосы, для того, чтобы они были гладкими, блестящими, красивыми. Фиксирую одним брызгом лака, просто чтобы придать дополнительной стойкости. повторюсь, что в данном случае мне очень важно проработать кончик, потому что проработанный кончик это часть стилизации, то есть гучи стиль это немного ретро, немного семидесятые, это у нас проработанные кончики. Переходим ко второму хвосту. так. отец. 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 Что еще очень важно учитывать, когда вы работаете с волосами разной фактуры природной у человека, что тонкие, допустим, волосы, если вы используете большое количество стайлинга, станут выглядеть как грязными и не будут держать объем, а на очень плотных, допустим, стайлинга тоже нужно определенное количество и не переборщить, чтобы их не утяжелить еще больше, но при этом создать такой каркас при помощи пены, допустим, чтобы укладка была достаточно стойкой. И всему этому мы тоже очень большое внимание уделяем на наших классах в школе, то есть школа наша направлена на то, чтобы взаимодействовать с разной текстурой волос и чтобы у мастеров не возникало сложностей при взаимодействии с разными типами волос, то есть когда приходит клиент с очень тонкими волосами и хочет стойкую укладку, то это сделать возможно чаще всего. Очень важно понимать, какое количество стайлинга и какой именно стайлинг наносить для того, чтобы была стойка. Я вас приглашаю к нам на инстаграм страничку, понаблюдайте за нами, посмотрите, что мы делаем, и если вам близка наша эстетика, то просим вас будем ждать в гости. У нас есть как оффлайн формат, чтобы студенты могли отработать все то, что у них не получается. Также есть онлайн формат, есть в записи несколько уроков по ссылке в шапке профиля, они уже есть доступны прямо сейчас к просмотру и к покупке. И также у нас есть текущие онлайн классы, которые примерно раз в два месяца проводятся. Так, последняя прядь здесь. Сейчас это все я распущу уже. Мы перейдем к топовой зоне и завершим нашу укладку. Так. пока я оставлю хвостики впереди и займусь верхней зоной. Также накручу все волосы тем же способом. у Кати плотные волосы, тяжелые, очень густые, я работаю на максимальной температуре, но не держу очень долго и никогда не кручу на лак. То есть это у меня табу накручивать на лак. Это прошлый век, никто так уже не делает, потому что накручивание на лак делает волосы тусклыми, портит инструмент, портит волосы и не дает укладки живости, что самое главное. у не Я сейчас использую технику накручивания протягивающую, которая выглаживает плоскость волос и постепенно нагревая их накручивает. Вообще техник накручивания на плойку есть очень большое количество. И на наших классах мы учим, какой техникой лучше пользоваться конкретному типу волос. Потому что, допустим, к неокрашенным тонким волосам, которые вообще не держат объем, вообще не держат накрутку, есть определенная техника, наша авторская, так скажем, которая позволяет носить укладку целый день. Даже для таких неудобных волос, которых боятся мастера, которые не держат совершенно то, что сделал с ними стилист, парикмахер. В общем, огромное количество техник стайлинга помогает стилистам делать стойкие укладки, при этом живые. Но очень важно разбираться в этих техниках, потому что, если использовать не то, что подходит, то получится, стойкости будет мало достаточно. Так, теперь мне нужно начесать хвостики. Я буду использовать начес для объема. Он выглядит вот так. Начесов тоже есть около 10 видов. И теперь я буду использовать другой лак, очень легкий, который легко счесывается. Пока пусть остывают, а я займусь другим хвостом. Моя задача, чтобы сейчас лак высох. Хвосты пока оставим так и займемся топовой зоной. Она уже остыла. Здесь я сделаю другой вид начеса. Все начесы я фиксирую сухим лаком, который слегка фиксирует волоски, но при этом очень легко счесывается. Я делаю начес для того, чтобы волосы слушались меня. Без начеса волосы делают, что хотят. Наша задача сейчас делать так, чтобы они вели себя, как мы хотим. Смотрите. Я могу очень легко счесать то, что начесала, потому что техника начеса очень важна. И не получить красивой, естественной укладки без правильной техники начеса. Здесь также я проработаю линию проборов и краевую зону. Стиком. Выглажу поверхность. И сверну сейчас волосы, направив их немного на лоб. И зафиксирую это все невидимкой. Моя задача сейчас сделать достаточно легкую, подвижную, воздушную челку. Я училась у европейских стилистов по волосам. Именно тех, не тех, которые работают в салонах, а тех, которые работают на показах модных в Париже. Училась, была ассистентом. И поэтому я очень близка к философии естественности. То есть я не буду сейчас здесь это все выглаживать и делать из этого какую-то там академичность. Моя задача сейчас сделать модно, живо и актуально. Верхнюю часть я фиксирую шпильками или невидимками. И хочу сделать чуть более плоской макушку. Прижму немного. Вот так. И теперь моя задача счесать хвосты и сделать их более гладкими. У меня есть классный продукт, которым я обычно избавляюсь от статики. Это гель. Я его использую вообще маленькое количество. И он практически без фиксации. Он сглаживает поверхность волос и позволяет вычесать гладкую волну. Благодаря начесу, который я сделала, мой хвостик сейчас не плоский, а достаточно объемный. Так, и вторую. Резинки сзади я намеренно не закрываю, потому что, опять же, повторюсь, ориентируясь на моду, на модные образы. Резинки не закрываются, если они выглядят достаточно нейтрально. Но все меняется. Я за всем слежу и делюсь всеми новыми тенденциями и трендами на классах в школе. И обязательно студентам рассказываю это на всех классах и в сторисах инстаграма школы. Присоединяйтесь. Ну что, Катюш, надевай очки. Дополним образ. Опять же, повторюсь, что для меня очень важен полный образ. Вот такая девушка Гуччи у нас получилась. Я рада была провести с вами сегодняшний час. Надеюсь, вам понравилась моя работа. И еще раз хочу пригласить вас к нам в школу. С нами очень интересно. У нас много арт-классов, очень много базовых классов, которые научат вас работать с волосами и не бояться их, самое главное. И довольные клиенты ваши и ваши классные работы. Это наша гордость. Поэтому всем спасибо.